Ясо-товарищи, хотим обратиться к служащим аэромобильных войск Украины. Я посмотрел пару репортажей о вас. Вы воюете со знаменами Маргелова на своих позициях. Ребята, это же Москаль. Поснимайте его знамена. Поснимайте тельняшки, береты. Вы недостойны высокого звания десантник. Я сам десантник, в России служивший. И здесь среди нас тоже есть десантники. Поснимайте тельняшки, голубые береты. Не позорьте дядю Васю. Вы сюда пришли на антитеррористическую операцию? Так со мной воюйте. Какого хера вы стреляете по мирным городам? Убиваете детей, женщин, стариков. Вы сюда к нам пришли, так за нами и приходите. Давайте, да, стрелканемся где-нибудь и посмотрим, у кого что толще, ребятишки. Обереты, тельняки, ну поснимайте. Не позорьте сами себя, своих матерей, своих отцов. И не позорьте дядю Васю. Вы пришли в мой дом, на мою землю. Вы заставили меня, мирного человека, взять в руки оружие. Бог видит, я не хочу убивать и не хотел никогда. Но сейчас пришлось. Я просто защищаю свой дом. Вы, прикрываясь фальшивыми идеалами, просто пытаетесь уничтожить мой народ, народ Донбасса. Мы русские, чтобы вы там не говорили. И здесь все русские. Здесь только патриоты своей земли. Донбасс никогда не станет на колени, как бы вам этого не хотелось. Донбасс никогда не примет ваши фальшивые идеалы. Донбасс не стремится в Европу. Мы лучше будем сильной независимой Россией, чем лизать в задницу европейской сволочи. Вы же уже потеряли очень большое количество друзей, товарищей. И так будет продолжаться дальше и дальше. Вы здесь ничего, кроме потерь, кроме горя, ну ничего не поймаете, ребята. Лучше валите отсюда, подобру по здоровью. Иначе мы перейдем, когда в активную фазу, вот тогда будет жарко, ребята. Это я вам отвечаю. Пока то, что мы делаем, это так будет. Не напрягаясь. Когда мы напряжемся, ребята, бежать будете далеко. Очень далеко. Это я вам отвечаю. Вы пришли воевать, так воюйте. Именно воюйте. А не сидите, как крысы на укрепленных позициях и работая исключительно артиллерии. Выходите, давайте побьемся. И посмотрим, кто что стоит. А вам, ни хрена не уважаемые господа, отвечу вашими же словами. Никогда вы нам не будете братьями. Ни по родине, ни по матери. Но какая родня у предателей? У вас нет родни, есть только покупатели. Хотел обратиться к ребятам, именно к десантникам, у которых еще что-то осталось в душе, в сердце, в разуме. Подумайте о том, что вы делаете. Здесь гибнут дети, гибнут женщины, старики, бабушки. Разрушается инфраструктура. Для чего это все делается? Это подготавливается плацдарм для тех, кто придет с этого вашего любимого запада. Вы никакие не западные. Вы так только думаете. Часть из вас, это часть нас. Только вы воюете против нас. И воюете издалека. Да как воюете? Вы не воюете вообще. Подумайте. Просто включите здравый смысл. Что будет потом? Вы думаете здесь победить? Нет. Такого не случится. Придут еще на каждого убита одного, придет еще два других. Подумайте. Слушайте, товарищи солдаты, которые называют себя Украинской национальной гвардией, наемники и так далее. Я не могу сказать вам это в лицо, потому что вы сейчас спрячетесь. Но я вам так скажу. Уходите, пожалуйста. Покидайте свои позиции. Покидайте русские города. Когда мы сюда пришли свою родину отстаивать, и мы отсюда не уйдем. И если вы не уйдете сейчас, тогда, когда мы спустимся к вам в окопы, разговаривать с нами будет уже поздно. Нам вас жалять не за что и не на чем. Поэтому бегите сюда побыстрее. Ребята, хотел бы обратиться, ну, так сказать, украинские войска, так как вы, наверное, знаете, мы вас называем укропы. Вы не войска. Вы просто мелкие немощные проститутки, которые пришли в наш дом ко мне. В этом городе живет моя жена, моих двое детей. Вы первые начали убивать. Вы убили моего друга. Ребята, пощады не будет. Уходите, пока есть возможность. Пока мы вам это даем.